И всем привет, ребята! Это новая серия туториалов по анимации. В данном выпуске мы будем делать предметы, ну, рисовать предмет и анимировать. Конкретно мы будем сегодня делать ружье и анимировать выстрел. Итак, для этого надо любая программа для рисования, можно это делать прямо в анимейте, но мне привычно делать в Paint, так сказать, все как обычно. Итак, вставляем ружье из интернета, любое абсолютно, ну, любой предмет. Выбираем кривые, отключаем сглаживание, выбираем толщину, я обычно ставлю на двоечку. И надо по всему контуру, вот все вот эти детали, выделить с помощью кривых. Ну, по контуру понятно как, ну, в принципе, детали так же. Берем и кривыми настраиваем, как нам надо. Можно также взять и прозрачность сделать вот здесь вот пока что, чтобы мы видели, где мы тут что рисуем. Оп, не тот слой. И нам надо максимально подробно его, так сказать, описать этими кривыми. Чем подробнее мы это сделаем, тем лучше потом оно будет у нас. Итак, я вернусь, когда закончу. Итак, вот мы и закончили обводить все это дело. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, примерно вот так у вас должно это выглядеть. Опять-таки, чем более тщательно вы все обрисуете, тем лучше. Итак, давайте выберем наше ружье, возьмем пипетку и тыкнем вот сюда куда-нибудь. После чего переходим на этот слой и заливаем деревянные объекты. Вот эти вот. Вот с этим мы разберемся чуть позже. Точнее, давайте прямо сейчас. Выделяем. Только теперь мы намосим не здесь, а выделим это волшебной палочкой. И на новом слое добавим и сделаем прозрачность. Вот где-то вот так. Потом, когда мы его вот здесь вот повысим на полную, будет вот такой вот прикольный рельефчик. Ну, можно, конечно, самому его обрисовать, так будет намного лучше. Но, черт уже с ним. Давайте немножечко сделаем себе процесс полегче. Так, дальше. Дальше давайте вот это вот. Не, какой-то хреновый цвет. Вот, вот отсюда возьмем. Нормально будет. Да, вот так вот. Так, теперь вот это. Что за хрень? А давайте вот этим цветом это все сделаем. Так, пока что здесь все. Теперь вот эти вот болтики. В принципе, этим же цветом можно и курок. Так, выберем вот такой вот цвет. Вот так вот. Теперь еще раз убираем вот здесь вот. Что за... Почему она залила все? Вот так вот. По-моему, все. Так. Вот такое вот ружье у нас получилось. Давайте его скопируем. И вставляем ее в анимейт. Итак, мы создадим три новых слоя. Первый у нас это будет само наше ружье. Потом выстрел. Здесь мы будем делать саму анимацию. И звук. Давайте вставим оружие. И подгоняем его под размер нашего болла. Я думаю, примерно... Вот примерно вот так вот должно быть нормальным. Да, вот примерно вот так. Так, теперь мы вставим звук. Давайте так, R6. Найдем наш звук. Вот он. Вставить. Звуки просто скачивайте в интернете. Пишите звук выстрела и вам все выдаст. Либо какой-то другой звук, который вам надо. Давайте послушаем. Так. Теперь вот за один кадр до выстрела. F6. Так, давайте везде поставим замочкой, кроме этого. И нажмем вот сюда, чтобы видеть предыдущие кадры. Выбираем кисточку. Желтый цвет. Сначала мы создадим фаербол, который вылетает. И нажимаем уже F7. Чтобы создать новый кадр. И полностью его стереть. Единственное, мы видим, что было прошлым кадром. Рисуем еще раз фаербол. И делаем вот так вот, типа... От него идет взрывная волна. Отлично. Теперь берем серый цвет. Уже вот здесь у нас сереньким будет. Опять вот так. И вот так вот. Следующим кадром мы опять рисуем вот здесь. Вот здесь. И вот так вот. Здесь уже мы ничего не делаем. Следующий кадр у нас. Так. Вот тут. Вот тут. И вот тут. Так, секунду. И вот так вот. Давайте F7 нажимаем. И давайте сократим, пусть на только предыдущий кадр показывает. Вот так. Теперь нам надо сделать вот такие вот, типа... Ну и это же, естественно, рисуем дым от выстрела. И вот это у нас дым рассеивается постепенно. И еще таких точек надо понаставить. Так сказать, частиц. Так. И теперь просто пару точек. Можно одну такую херовину. Отлично. Все готово. Отключаем это. Давайте посмотрим, как это выглядит. По-моему, выглядит красиво. Конечно, уверен, можно сделать лучше, но мне нравится. Так, теперь где наше ружье? Все. Надо создать пластическую анимацию движения. Вот, как-то... Ладно, для начала вот так вот, а там поглядем. И вот здесь, посерединке, его надо откинуть трохи назад. И получается у нас примерно вот так вот. Мы сделали, типа, отдачу. И сам выстрел. По-моему, выглядит нормально. И всем спасибо за просмотр. Ставим лайк и подписывайся на канал. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо. Всем пока.